К нашему эфиру присоединяется правозащитник Марк Тейгин. Марк Захарович, приветствуем вас. Рад приветствовать, рад приветствовать. Марк Захарович, скажите, пожалуйста, есть ли уже подразделения экзорцистов, которые будут направляться в Украину для децатанизации? Я уже это комментировал. Им сначала надо в Кремле поработать. Вообще говоря, все это проекция от страхов, которые, в общем, реализуются в самой России. Вот я преизрядную долю этому посвятил, потому что увлечение оккультом столь сильное. Ну, сатанизм это нечто отдельное, а оккульт, вот вы знаете, нехристей, такой процветает в элите российской, что мне кажется, складывается впечатление, что этот помощник, секретаря, Патрушева, выпущен как берлага для того, чтобы обозначить тему в принципе. Потому что, ну, честно говоря, там искать сатанистов или кого он там. Ведь он в сатанисты записал там сторонников хаббат-любовического рэбе, да, хаббат, каких-то еще. Это вообще разные вещи, честно говоря. Это вполне себе монотеистическая религия, ну, у евреев так, у других эдак. Вот, там арбанистская есть и так далее. Но вот одна из ветвей. Хаббат – это одно из направлений иудаизма. Почему это все свалено в одну кучу саентологии, какими-то ведическими культами, языческими азовцев или так далее. Ну, это как бы, я думаю, стандартный пропагандистский набор. А вот люди, которые оккультисты в Москве, они это вот из-за тряски этой приняли очень болезненно. И, кстати сказать, на этого Павлова организовал атаку Берлазар, такой, который является главным раввином, представляет хаббат. Ну, Хасидов хаббат в Москве. И он там что-то уже какое-то высказал. И сейчас какой-то движуха пошла в АП, что как-то неправильно, тут не тех упомянули. Вот. Ну, в России самой вообще ни для кого не секрет, что в элите блуждают модные всякого рода культы. До этого был шаманизм. Протагонистом этого был сам Шойгу, который возил в тайгу Путина. Ну, им под видом этнографических обрядов устраивали культовые обряды и так далее. Это все видели. Это все фотографировалось. Я вот публиковал эти фотографии. Они не секретные. Любой найдет. А сейчас модно Вуду исповедовать догомейский культ. Вуду, да. Ну, вообще, так сказать, ну, вы же понимаете, там в Бога никто не верит. Ну, про Кирилла не надо вам рассказывать. Про Патриарх Кирилла. Наверное, не надо про вам рассказывать. Кирилл сам не верит в Бога, чтобы вы понимали вообще. То есть, это про другой он вообще. Хотя, кстати, он черный монах. У него обед безбрачий, но он игровой такой. Ну, это все знают, это не секрет. Играющий тренер, так про таких говорят. Да, 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 да. Вот, вот, вот. Непонятно, в какие ворота. Передний или задний. Тут еще большие вопросы. Но, тем не менее, я хочу сказать. Ну, да, это тоже и так можно трактовать. Но, в любом случае, он, понимаете, какая история. То есть, это для них болезненная тема. Вот вся связанная с всякой оккультикой, сатанизмом, с какими-то толками разными даже ответвлениями от монотеистических, триединных ветви, значит, иудаизма, христианства и ислама. Это все очень модненько. Они в поисках удачи это все делают. Приискивают ее. Поэтому так легко они ведутся на натальные карты, там, астрология, таро, все это вот с легкостью. И я думаю, что вот то, что это выброшено вот так, в таком виде, что они, оказывается, теперь и сатанизм, и шайтанизм, и с чем они там борются. Он, кстати, в конце хвалит в этой АИФ-публикации, вот то, что я читал этот Павлов, он хвалит Кадырова. Очень символично. Он правильно говорит, Рамзан Тахматович правильно сказал. То есть, все это гремучая такая смесь пропагандистская, которая, ну, действительно, вот уж не знает, как замотивировать-то вот обывателя русского, который не сечет в этом совсем. Для него это какая-то абракадабра, да? Ну, сатанизм вроде что-то такое с сатаной связано. Вот. Сами-то они демоны, вот что там говорить. Поэтому, да, они обосновывают, то они демилитаризуют, то деноцифицируют, то, значит, с наркоманами борются. Ну, теперь сатанизм, ну, это быстро сойдет. Я вас уверяю, это очень-очень быстро сойдет. Это уйдет куда-то вбок, вниз. Павлов этот, значит, исчезнет. И, скорее всего, у этого не будет продолжения. В отличие от других тем. Да, но так много еще всего Д можно придумать. Что будет в следующем, как вы считаете, после де-сатанизации? Что можно еще такое? Наши фантазии беднее, чем у них. Ну, не знаю, могут, наверное... Ну, посмотрим, да. На самом деле, если вы сказали, что долго де-сатанизация не продержится, то скоро узнаем. Видишь, это можно тест проводить такой, да? Стоять человеку в вопрос и проверять его на политическую принадлежность. Если быстро может ответить, значит, это из лагеря Z-патриотов. Там, наверное, идеи побольше есть. Я просто... Я и со всем остальным-то не так, чтобы вот... Я человек-то вообще креативный. А вот тут я даже... Я не знаю. Потому что, знаете, я же часто цитирую фильм любимый мой «Тупой еще тупи», как известно, да? С Джим Керри, где они, главный герой, говорят, что ты настолько тупой, что вот ты выкинешь что-то новое, и я снова в тебя, сука, верю. Поэтому я охотно думаю, что они могут придумать и что-то еще, но просто я уже не знаю, как. Потому что... А ведь реальная жизнь и смерть. Человеку в окопе умирать. Ну да, да. Я знаю, что будет следующее. Во всяком случае, хочется верить именно в это. Следующее Д будет деоккупация. Причем это уже будет инициатива украинской стороны, а вовсе никак не оккупантов. Марк Захарович, вот, собственно, новая поступает информация о том, как первые уголовные дела возбуждают о неисполнении приказа в военное время правозащитная группа «Агора». Павел Чиков об этом сообщает. Вчера в Улан-Удэ против жителей Якутии возбудили также первые уголовные дела по статье в самовольном оставлении части призывником, проходящим военную службу. Даже вот сенатор Пермского края пригрозил россиянам, которые уехали из страны после начала войны в Украине, присвоением статуса иностранного агента. Скажите, это какие-то частные случаи или все-таки немножечко начинают трезветь, и это приходит в тенденцию какую-то? Не-не, то, что они собираются преследовать уклонистов и разного рода людей, которые, значит, скрываются на территории самой России, это компания, она будет идти по этому пути однозначно, потому что проблема не снимается, это все сказки, и мы об этом говорили про остановленную мобилизацию, она продолжается, как и шла, никаких предпосылок к тому, что ее остановят, нет, это все обман, ложь, им понадобятся новые и новые люди, с количеством убывших нужно замещать, количество убывших нужно замещать, люди погибают, их ранят, они там лечатся, и поэтому нужно новое и новое мясо. И в России ведь по-другому никогда не действуют, только страхом, только плеткой, понимаете, они же не только там в попытке замотивировать рассказами о сатанизме, но ведь нужно иметь этот инструмент, заметьте, как быстро они еще в канун изменили статью Уголовного кодекса, добавили туда и дезертирство, и добровольный переход, и так далее, то есть они, в общем, ужесточают санкции, ужесточают меры принуждения для того, чтобы под страхом этим заставлять все новых и новых мобилизованных отправляться на фронт, поэтому однозначно это продолжится, и делать их будет гораздо больше, потому что практика будет широкая, она пойдет сначала на десятки, потом на сотни, приблизительно так же фейки российской армии развивались, помните, первое дело, пятое, сотое, ну, в общем, это будет продолжаться. Мобилизация продолжается, несмотря на то, что Путин пообещал, что через две недели она должна завершиться. Как-то россияне реагируют на происходящее? Вызывает ли это у них негодование? Ну, вот у меня в почту канала сыпятся письма, продолжающие, там какие-то и аудио, и военкомы фотографируют, и так далее. Вы знаете, там реакция такая предсказуемая, они как бы, может быть, и ропщут, но продолжают делать то, что от них требуют. Вот. То есть, казалось бы, ну как же, вот кончилось же, кончилось же, уже объявили, вот тебе повестка, завтра с мешочком, пожалуйста, прибудь. Ну, все. И они как бы идут, вместо того, чтобы просто сказать, да никуда я не пойду еще, они идут. В основной массе. Наверное, какие-то есть, уклоняющиеся, бегущие, прячущиеся и так далее, но основная масса безропотно следует, понимаете? Ну, вообще на это и есть расчет. А подстегивание ее делами, ну, это еще один из инструментов давления, конечно. Про дела, Марк Захарович, вы заговорили. Зачем на Собчак завели уголовное дело, даже так, что ей пришлось, если не ошибаюсь, через Беларусь в Литву пешком переходить? Так, ну, не то чтобы унизительно, но, скажем так, не очень-то приятно ей было, наверное. Смотрите, это все равно внутренний разбор, дело по 156-й статье, вымогательство. Я не знаю, там, может быть, и мошенничество добавят и так далее. Естественно, на нее дадут показания ее директоры. Я думаю, они уже сейчас дали эти показания. Дело сугубо коммерческое. Есть ли в нем политическая подоплека? Такой политической подоплеки, которую мы предполагаем в отношении любого лица, который является противником режима, там нет. Да вот именно, что она как-то на противника не особо и похожа была последние полгода, и украинцев нацистами называла, и пыталась разобраться, а вот давайте поймем Путина, ну, и тут так неожиданно. А там? Нет, а что неожиданно? Там внутри видовая разборка. А очень многим наступило на шею в свое время, так сказать, где денежки делила мама у нее, кстати, продолжает, в СССР, представлять Туву, с чего бы ты считаешь, что это такая угнетаемая, преследуемая семья. Она работает непосредственно с Кириенко, это известно, он ее кроет, вот, первый замглавы администрации президента, поэтому, я думаю, в принципе, рассосется все. Другой вопрос, что она там показала, светанула израильским паспортом, ну, литовские пограничники, которые ее пустили на совершенно законных основаниях, потому что россиян не пускают, ну, а у нее-то израильский паспорт. Вот, получила она его от своего супруга, значит, благодаря браку с ним Богомова, он еврей, а она-то нет, конечно, вообще ни разу. Вот, и опубликован паспорт, а там, в России, если ты документ не получил на страны о гражданстве, ты обязан уведомление направить в течение определенного срока. Она этого не делала, естественно. Вот, ну и сейчас, как бы, масса проблем возникает, накручивается. Я думаю, что она не пропадет, денег у нее много, у нее есть жилье, насколько я понимаю, в Латвии и где-то во Франции, ну, посмотрим. Я думаю, что рассосется мама, сейчас я слышал, бегает, решает вопрос. Думаю, причина, конечно, более глубокая, не то, что они там кинули Чемизова или Розоборон. Причина в том, что, как бы, одни воюют с другими, ее крыша воюет с крышей, тех, кто, значит, на нее наехал. А воюют за что? Ну, то есть, пытаются распилить что? Она очень сильно разным насолила, понимаете? Она, изображая журналиста, всю свою жизнь работает за козухой. Все остальное ее не интересует, потому что это ее бизнес, это деньги, понимаете? И в таких системах такие вещи происходят с какой-то разной регулярностью. Она уже в свое время попала, вот, почитайте, в интернете, в крабовое дело. Она собиралась вывезти из семейства Тимченко, близкого друга Путина, крабовый бизнес. Он достаточно выгодный. На Дальнем Востоке ее отжали, ее отслоили. Там Франк некий такой, бывший министр транспорта, владеет этим бизнесом. Ну, в общем, там была сложная история. Она пыталась помочь такому крабовому королю Киму, он где-то скрывается там. И пыталась, значит, заполучить этот бизнес. Это действительно гигантский бизнес, там, на сотни миллионов долларов, но ей не дали. И она с тех пор, да и раньше тоже, имеет массу, так сказать, недоброжелателей, которые были бы заинтересованы ей создать проблему. Но у нее есть и крыша, понимаете? И главная ее крыша – это Путин в конечном итоге. А он любит таких потрепать, знаете? Посмотрим, как себя поведет в выброшенной России. Сохранит лояльность, договорится, вернется, никаких претензий. Все запакуется. А если будет артачиться, ну, тогда и живи там где-то вне пределов Российской Федерации. Марк Захарович, про Валдай давайте поговорим. Очень много было заявлений. Чего-то резонансного, конечно, нет, но вот прям такого идиотичного, абсолютно не имеющего ничего общего с реальностью, достаточно. Начнем, наверное, с первого. Это в 10 раз меньше у России потери, чем у Украины. И вообще Путин ни о чем не жалеет, как выяснилось. А суверенитет укрепляет Россию. Что вас зацепило? Возможно, это? Да там все, по сути, все на лжи построено, все не через обман, обман. То есть ничего тут как бы нового. Почему-то все ждали именно от выступления на Валдай каких-то новых вещей. Вы знаете, тон вообще, как обычно, оправдывающий, такой подхлипывающий такой. Ну что же, вот мы же. Вот нам навязывают. Чего навязывают? Куда навязывают? В целом я бы сказал, что он ничего нового не произнес. Вот там были ответы на вопросы по окончании доклада. Вот там была масса интересного такого, которая, знаете, дает почву для разговоров. Что он из низов, мама рабочая, папа рабочий. Хороши себе низы. Понимаете? Плюсом, дедушка у него, кстати, у Сталина, и у Жданова работал поваром. Вот. Там есть, конечно, опять та же дичь про, значит, один народ. Это частично и гражданская война, поскольку мы один народ. И что мы создали это государство. Ну, как бы Россия создала Украину. То есть, тот же набор, который мы, в принципе, слышали. Тот же набор в блоке, касающемся сказки о многополярном мире. А почему он не упомянул, значит, выступление Си Цзиньпина на 20-м съезде, где тот сказал, что мир-то биполярный. Биполярный. То есть, две страны представляют этот мир, да. Ни о какой Москве речи не идет. Попытка, значит, навязать нарратив, что у нас есть в Азии союзники, Азия просыпается, и она создаст конкуренцию Западу. Это кто просыпается и какую конкуренцию. Ну, и так далее. То есть, по поводу войны, ну, он держится все прежнее, тактики изображать желание мира через людоедские свои призывы. Вот и все. На украинскую нацию он не признает, украинскую государственность не признает. Поэтому, на самом деле, ну, а ложь про убитых, ну, слушайте, в России вообще это секретная информация. Он сам ее засекретил своими указами и потери и в военные, и в мирное время не разрешены для публичного народа за это было на статье. Ну, и я уже говорил, что Шойган же назвал последнюю цифру 21 сентября 5930 человек. Ну, вот они, наверное, так и считают. Один к девяти, а в Украине все население погибло. Ну, такая логика, понимаете. Все только на лжи и повязано. Марс Захарович, да, но тем не менее, были, согласитесь, еще про ядерное оружие. Он сказал, что никаких вариантов нет. То есть, все-таки, видимо, немножко образумелся. И вот из того, что... Он не речь там сказал. Он сказал, что, значит, ни с военной, ни с политической точки зрения применять ядерное оружие против Украины нет. А с другой стороны, ну, пока есть, его применение отвечает на вопрос, он сказал. Было дело. Марк Захарович, почему так часто в своих заявлениях, выступлениях Путин или другие высокопоставленные российские чиновники используют обзеркаливание? Ну, то есть, по сути, обвиняют Запад или Украину в тех преступлениях, которые сам режим российский совершает. Это пропагандистский прием. Он не такой уж оригинальный, он вполне универсальный. Вот. И должен приписывать... У Гитлера, кстати, это очень масштабно было, когда, нападая на Польшу, они говорили, что это Польша собиралась напасть, на Советский Союз. Советский Союз собирался напасть. Ну, это не лежено, кстати, в отношении Советского Союза исторических оснований. Действительно, Сталин и Гитлер рано или поздно должны были сойтись не так, так и так. Это другой вопрос. Но приписывать то, что делалось противной стороной именно им, точнее, то, что делал сам приписывать противной стороне, это обычный пропагандистский прием. То есть, здесь они не оригинальные, я бы не сказал, что... Ну, естественно, все, он как будто пишет кальку, обвиняя Запад в колониализме, а это что по отношению к Украине, не колониализм, многополярный мир. Я вот уже говорил, нет такого термина многополярный мир, его никто не употребляет, цивилизованные страны. Китай может себе позволить сказать биполярный мир. А что такое многополярный мир? Давайте поразмышляем. Это что? Это значит, что есть какие-то полюса, которые определяют зону влияния на группы стран? То есть, Россия на страны определяет судьбы народов, которые были в СССР? Да. А где международное право? А где целостность? А где судьбы, собственно, в руках самих народов? Или вы собираетесь... Как он сказал? Мы, говорит, Россия, являлись бы лучшим гарантом для Украины. Безопасность и всего остального. Говорит, с чего это он взял? Почему он это взял? Мы, говорит, лучший гарант. А если тебя посылают на три буквы и говорят, а ты нам не нужен в качестве гаранта? Ну, как это? Они, говорят, совершили военный переворот, Запад им помог. Понимаете? То есть, это логика, как бы сказать, однозначной правоты, не терпящая вообще никаких возражений. А с чего ты взял, что в современном мире в 21 веке ты можешь разговаривать со странами и народами на уровне ультиматумов и такого, будете под нами тут и так далее. Заметьте, кстати, симптоматично, а Сталин нехорошо сказал, а этому, говорит, шестерка, говорит, а вот Хрущев, Хрущев, не, не, Хрущев, никогда. То есть, Хрущев у него плохой, хотя, Хрущев был деревенский дурак, дело даже не в этом. А Сталин, он, Сталин, там ты не думай, ты вот там, да, Сталин, ты еще. Оттепель пугает его. Ну, конечно, он имеет в виду, когда презрительные отношения, что единственное связано с Хрущевым хорошего, так это вот действительно начало оттепеля, там, не от большого ума, может быть, но Хрущев интуитивно понимал, что это необходимо после сталинского концлагеря, но так или иначе, естественно, Путин отталкивается от этого, что никакого оттепеля, никакого послабления не должно и не будет. Я Сталин, я не Хрущев. Вот что он передает собственному обывателю. Ну, и отчасти в мире тоже. Ну, заявления Путина, они получают свой отклик не только у внутренней аудитории, которая, кажется, с удовольствием съедает этот весь бред, но также и вот иностранных государств. Сенат Польши признал российское правительство, ну, точнее, власти Российской Федерации террористическим государством. Что последует, как вы думаете? Что это меняет, да. Ну, вот появилось большее количество государств, которые признают российский режим террористическим. И? Ну, смотрите, количество переходит в качество. Это не я сказал, это закон диалектики. Это еще Гегель написал. Поэтому, один закон диалектики. Поэтому нужно дождаться, когда это количество станет таким в мать свою угрожающим, что это докатится до самих Соединенных Штатов, решения которых по такому же вопросу они более судьбоносные, что очевидно. то, что множество стран уже, страны Балтии, Польши, сейчас говорят, что такие же проекты обсуждаются и в Чехии, и в других мест. В общем, переходит на этот язык разговора с Москвой, это внушает большой оптимизм, потому что это в конечном итоге может привести, ну, действительно, к общему мнению. А там дальше уже последуют меры совсем другого эскалационного характера. Так что я не считаю, что это бесполезная мера. В любом случае, Польша теперь будет руководствоваться в взаимоотношениях с Москвой именно этими решениями, никакими другими. Как после таких решений, в принципе, можно говорить о налаживании отношений, отказа от конфронтации. Это уже невозможно. Когда принимаются такие решения, будь то странами Балтии или Польши, это означает, что черта переедена, и за ней уже не может быть с этой властью, с этим режимом. В этом варианте государства никаких отношений. Вот это очень важно. А зачем, Марк, как вы считаете, вот Путин с одной стороны рассказывает, как он сжигает все мосты, ну и приводит еще много-много аргументов, почему все остальное дьявол, кроме России, но при этом приезжают вот такие гонцы в виде президента Гвинео Бесау и говорят, я от Путина, у меня есть сигнал, Путин хочет переговоров и так далее. После чего, кстати, Песков, надо отметить, сразу сказал, нет-нет, мы ни о чем не просили. Ни о чем не просили, конечно. Ну да, прям делать нечего президенту приезжать и выдумывать от себя этот текст, но не суть. В любом случае, зачем он тогда эти сигналы посылает, в то же время сжигая мосты? На что он рассчитывает? Ну, во-первых, а через кого ему посылать, если в Россию ездит только Гвинео Бесау, больше никто не ездит. Приехал бы кто более путевый, он, может быть, через него бы что и передал. А тут в данной ситуации, если речь идет о личном послании, то другого просто передатчика нету. Это раз. Во-вторых, ну понятно, раз отказался Зеленский, которому передана была эта просьба, еще публично это сделал, да, может, они хотели как-то получить ответ в частном порядке, то, естественно, самое простое это сказать, а ничего и не было, мы и не просили. Ага, это там что-то этот Сесека Коку, как он там выдумывает, Эмбалу, Эмбалу его фамилию. Вот, мало ли что, с него не убудет, потому что они, кстати сказать, вот чтобы вы понимали, в России процветает расизм по отношению к темнокожим ничуть не меньше. То есть, они совершенно презрительно относятся к представителям Африки, несмотря на все завывания про, значит, там, мы новые для себя открыли полюс отношений с африканскими народами, вот уж какой степени расизма бытует, это просто невероятное, просто невероятно, что-то лидерей питать не стоит. Поэтому с этого не убудет, ну, вот поедет к себе, пусть там, вот, это с одной стороны, а с другой, ну, видите как, ведь ему же с разных сторон все уже ясно объяснили. Украинская сторона даже решение привела, наверное, НБО, что, значит, столько с другим президентом будут беседовать, зачем ты обращаться? Он же слышал об этом решении. Зачем ты это делаешь? Он это делает от безвыходности еще, понимаете? Проигрывать не хочется и ищет способы разные, с разных сторон заходит для того, чтобы как-то этот процесс запустить, переговоров. Ну, просто нет другого объяснения. Интересно, на самом-то деле. То есть, понимая, что, возможно, его ждет фиаско, даже если он обращается к кому-то, через кого-то объявляет о готовности вести переговоры, то есть, понимая, что из-за этого фиаско к нему будет совершенно иное отношение или отношение к нему будет ухудшаться, он все равно идет на это. А какой вариант-то? Какой вариант? Продолжать воевать? Он же ведь тоже опасается, что выиграть он не может. Может быть, и осознание уже пришло давно, потому что за три дня девятый месяц пошел. И так вообще разговоры идут о следующей весне, а то и о лете. И опять же, я вот все время говорю, вот, возможно, эта активность по части договоренности, она же, возможно, зиждется на том, что он знает что-то, что мы с вами не знаем и никто не знает. Возможно, он знает, что вооружений осталось недостаточно, что невозможно даже будет обуть, одеть, дать вооружение достаточное количество боеприпасов и тем самым мобилизованным. Он говорит 300 тысяч, говорят уже больше. Не знаю, не буду утверждать. То есть, возможно, он знает что-то, что его побуждает активнее искать переговорную площадку переговорщиков, посредников и так далее. Может, мы не знаем, скоро выяснится, а может, и скоро не выяснится. То есть, есть что-то, чего мы можем не знать и не догадываться. Ну, когда так выглядит со стороны, как будто решение продолжать войну, оно является сейчас доминантным. То есть, никто даже не рассматривает вариант завершения этих военных действий, завершения этой преступной агрессии в отношении Украины. Марк Захарович, а вам не кажется, что вот эти предложения с переговорами это точно такая же часть войны и абсолютно нежелание Путина примиряться. Я имею в виду, конечно же, не с Украины, а я имею в виду даже заморозить ситуацию так, как есть. Потому что, вот, читаем обращение Владимира Зеленского, который объяснил, почему Украина не готова сейчас к переговорам с Российской Федерацией. Он это сделал в итальянском издании. Президент сказал, что мы видим сообщение от нашей разведки США, Британии и Турции. Однако дело в этой стране. Кто-то говорит публично, кто-то, а кто-то, как мы знаем, реальную ситуацию. Первое, они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога желаемого результата. Второе, результат, который они хотят, оккупация. То есть, ну, он хочет невозможные вещи, при этом хочет переговоров. Но это же война. Во-первых, Зеленский сказал, все правильно. Путин хочет передышки, Путин хочет перекрупировки, Путин хочет приостановления боевых действий. Он хочет остановить наступление БСУ. Вот это ему надо. Как с Чечной? Как бы год, два, три, правильно? И... он знает, какие там у него в голове сроки. То есть, ему, конечно, нужно переформатировать армию, конечно, нужно переукомплектовать, нужно запастись техникой, вооружениями и так далее. Это очевидно. Потому что, если бы он реально хотел договориться, а что такое реально договориться? Это компромисс. Нужно уступать. То есть, грубо говоря, отойти к линии 24 февраля. Логично. Но если ты собираешься разговаривать, то надо с этого начинать. Ты же ворвался для того, чтобы что-то получить, ты должен уступить. Он не собирается ничего уступать. Он собирается, наоборот, еще больше заполучить. Понимаете? Потому что его позиция, он же сказал, это неизменно, четыре области наши. Крым наш. Ну, то есть, что он оставляет для переговоров? Статус Украины в НАТО, демилитаризацию, что он, что с кем, как? Ну, хорошо, ты можешь демилитаризовываться, что там поселать сигнал, но война продолжится, она не остановится. Никто не собирается уступать тебе в этом. И, напомню, это не российские войска под Киевом стоят, это украинские уже под Херсоном. И поэтому в такой позиции, извините, уступать ему, зачем, почему, за что? У Украины есть все шансы деоккупировать, но может не так быстро, как хотелось. Может быть, это будет медленнее за счет мобилизованных, еще чего, каких-то ресурсов, которые Путин изыскивает. Но, тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, сейчас Украина не в той позиции, как и Москва, которая была в марте или в конце февраля, для того, чтобы идти просто на односторонние невзаимные уступки, если речь идет об Украине. С чего? Почему? Поэтому, да, вот когда он начнет выводить войска, скажут, а вот мы в одностороннем порядке начали выводить. Хорошая предпосылка для начала переговоров. Ну, может, тогда кто-то и захочет с ним разговаривать. А так, без этого, без предварительных условий сейчас это уже нереально. Марк Захарович, большое спасибо. Мне за что. Спасибо вам. Марк Фейгин, правозащитник, юрист, был с нами на прямой связи. Субтитры сделал DimaTorzok